Беседа 48, 413, Деяние 22, 17 Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в иступление, и увидел его, и он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства мне. Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я стоял там, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его. Смотри, как Павел сам себя подвергает опасностям. Было же, когда я возвратился в Иерусалим, то есть после того видения опять прибыл в Иерусалим, и молился, смотри, это не осталось без свидетельства, которое заключается в самом событии. Сказал Господь, не примут свидетельства Твоего, и действительно не приняли. По всем соображениям, надо было ожидать, что они примут, ибо я бил и сажал в темницу, поэтому самому им следовало принять, и однако же они не приняли. Потому и было открыто ему выступление, что они не примут свидетельства. Здесь он изъясняет два предмета. То, что они безответны, так как преследовали его несправедливо и неразумно, и то, что Христос есть Бог, так как Он предсказывает неожиданное, невзирая на прошедшее, но предвидя будущее. Также Господь говорил, что Павел пронесет имя его перед народами, царями и сынами Израилевыми. Яни 9.15. «Пронесет», — сказал он, — «а не убедить непременно». В других местах иудеи убеждались, а здесь нет. Где преимущественно должны были бы убеждаться, зная прежнюю его ревность, там и не убеждались. Смотри, чем он оканчивает речь свою. Самым сильным доводом говорит, что сам он был гонителем христиан, и не только гнал, но тысячу рук убивал Стефана. Здесь он напомнил им о самом бесчеловечном убийстве. Тогда они уже не вытерпели после такого обречения их и исполнения пророчества. Велика ревность, сильное обречение, дерзновенная речь свидетелей Христовой истины. Иудеи уже не могли дослушать все речи, но, воспламенившись гневом, громко закричали. «Я сказал, Господи, им известно, что я верующий в тебя закричал в темницу. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». До этого слова слушали его Азофим, подняли крик, говоря, «Истреби от земли такого! Ему не должно жить!» Между тем, как они кричали, метали одежду и бросали пыль на воздух. Тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказал бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Тысяченачальнику следовало узнать, в чем дело, и при том от них самих, а он, не сделав ничего такого, приказывает бить его. Ему следовало спросить самих, кричавших, что, и сказано, Павлом они находили преступным, а он просто пользуется своей властью и действует в угодность им. Не о том он заботился, чтобы поступить справедливо, но о том, как бы утолить гнев их, совершенно несправедливый. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Не ложь, сказал Павел, назвав себя ремлянином, да не будет. Он действительно был ремлянин. Потому тысяченачальник и устрашился, услышав это. Что же скажет? Он устрашился. И за другого он боялся, чтобы самого не схватили, не подвергли еще большему наказанию. И смотри, позволительный ли вам, говорит? Не просто, говорит. Две вины наказывает без суда? И при том ремлянина? Удостоившиеся называть этим именем, пользовались тогда великими преимуществами. И не все удостаивались его. Со времен Адриана, говорят, все римские подданные стали называться ремлянами. А прежде было не так. Он назвал себя ремлянином для того, чтобы избежать бичевания. Так как если бы его бичевали, то он подвергся бы презрению. А сказавши это, он привел их в великий страх. Если бы бичевали его, то дело приняло бы другой оборот. И даже убили бы его. А теперь вышло не так. Смотри, как Бог попускает совершаться многому и человеческими средствами. Как в этом случае, так и в других. Тысяченачальник своим ответом говорит так. Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику. Говоря, смотри, что ты хочешь делать. Этот человек, римский гражданин. Тогда тысяченачальник подошел к нему и сказал, скажи мне, ты римский гражданин? Он сказал, да. Тысяченачальник отвечал, я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал, а я и родился в нем. Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. Следовательно, и отец его был римлянином у Павла. Что же произошло от этого? Сняв с него оковы, тысяченачальник отвел его к иудеям. Итак, не ложь, сказал он, назвав себя римлянином. Он и пользу получил от этого. Освободился от уз. А каким образом? Послушай. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняет его иудеи, освободил его от аков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону. И вывезший Павла поставил его перед ними. Уже не перед тысяченачальником только, но перед собранием и всем народом, говорит речь. Что же он говорит? Павел, стремив взор на Синедрион, сказал, мужи, братья, я всей доброй совестью жил перед Богом до сего дня. То есть я не сознаю за собой ничего, чем бы оскорбил вас или сделал бы что-нибудь достойное этих уст. Что же, первосвященник, ему следовало пожалеть, чтобы угодно Сим Павел был несправедливо заключен в оковы. А он еще сильнее ожесточается и приказывает бить его, как видно из следующего. Первосвященник же Анания, стоявший перед ним, приказал бить его по устам. Хорош поступок, кроткий архиерей. Тогда Павел сказал ему, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велись бить меня. Предстоящие же сказали, первосвященника Божия поносишь. Павел сказал, я не знал, братья, что он первосвященник. Ибо написано, начальствующее в народе твоем не злословь. 416. Некоторые говорят, что он, зная, сказал такую илкаризму. Но мне кажется, он вовсе не знал, что ты первосвященник. Иначе подчлил бы его. Потому он и оправдывается, как виновный, и говорит, братья, я не знал, ибо не сделай зла князю твоему в народе. Что же он скажет? Если бы это был даже не начальник, то разве можно было просто оскорблять другого? Нет, напротив, терпеть, когда наносят оскорбление. Достойно внимания, почему тот, кто в другом месте говорит, когда укоряем и благословляем, гоним и терпим 1 Коринфянам 4.12, здесь поступает напротив и не только укоряет, но и угрожает. Нет, ни того, ни другого он не сделал. Кто тщательно рассмотрит, тот увидит, что это более слова дерзновения, нежели гнева. С другой стороны, он не хотел подвергнуться презрению тысяченачальника. Если этот не осмелился бичевать его и хотел предать иудеям, то когда слуги стали бить его, тогда он явил еще больше дерзновения, обратился не к слуге, но к самому повелевшему. Сказав стена подбеленная, ты сидишь судить под закону, он как бы так сказал, ты виновен и достоин тысячи ран. Смотри, как народ был поражен его дерзновением. Им следовало бы прекратить все, а они еще более не исторствуют. Он приводит слова закона, желая показать, что ни из страха, и не потому, что он не был достоин такого повеления, он выразился так. Но повинуясь в этом случае закону, я совершенно убежден, что он не знал, что это первосвященник. Он возвратился сюда после долгого отсутствия, нечасто обращался с иудеями и видел его среди множества других. Между многими другими разными людьми первосвященник мог быть незамечен. И самым ответом своим, мне кажется, он показывает, что он повинуется закону и потому оправдывается. Но обратимся к вышесказанному. Когда я молился в храме, говорит Павел, то пришло выступление. Чтобы показать, что это не был призрак воображения, прибавляет молился. Отсюда видно, что он удалился не из страха по причине опасности, но потому, что не приняли свидетельство его. Для чего же он сказал, «Сами знают, как я сажал в темницу». Этим он не противоречил Христу, да не будет, но хотел получить наставление в столь чудном деле. «Иди, говорит Господь, я пошлю тебя далеко к язычникам». Смотри, Христос не дал ему наставления, что должен он делать, но только повелел идти. И он повинуется, так он был послушлив. «И возник глаз свой, — говорит Писатель, — говоря, «возьми такового, не подобает ему и жить, о дерзость! Скорее, вам не должно жить, а не ему, который во всем повинуется Богу. О, нечестивцы и человекоубийцы!» И стали бросать одежды и прах на воздух. Делают это для того, чтобы произвести большее смятение. Или для того, чтобы устрашить начальника. И смотри, они не указывают вины его, потому что ничего сказать не могли. Но думают подействовать криком, между тем, как следовало бы спросить обвинителей. Тысяченачальник убоялся, — говорит, узнав, что он римский гражданин. «Следовательно, не ложь, — сказал Павел, назвав себя римлянином. Развешите его, — говорит он, — и поставил его перед собором. Это следовало сделать в самом начале, не связывать и не приказывать бичевать, но оставить его, как не сделавшего ничего такого, за что был связан. Разрешил его и свел и поставил перед ним. Это привело иудею в великое недоумение. И Павел, возрев на этот сон, говорит им, — мужи, братья, — здесь выражается его дерзновение, неустрашимость. Но смотри, какова я злоба. «Росвещение канания, — продолжает писатель, — повелел бить его по устам. За что бьешь его? Что оскорбительного, — сказал он, — о бесстыдство и дерзость!» Тогда, — говорит Павел, — сказал к нему, — Бог будет бить тебя, стена, покрашенная, подбеленная. Вот дерзновение. Обличает его в лицемерии и беззаконии, после того он и смиряется. В недоумении первосвещенник не осмелится ничего сказать, на бывшее при нем не вынесли дерзновение Павла. Видели его готовым идти на смерть, и не вынесли. Не знал, — говорит, — что он архиерей. Следовательно, у Каризма произошла от неведения. Если бы это было не так, то тысяченачальник, взяв его, удалился бы, не промолчал бы или предал бы его им. Отсюда видно, что он добровольно терпит все, что терпит, и оправдывается перед ними исповиновение закону, а не из желания показать им свои достоинства. Потому он сильнее укорил их. Таким образом он оправдывается для закона, а не для народа, и справедливо. Ведь бить человека, не сделавшего никакого оскорбления, и притом невинного, беззаконно, сказано им не есть оскорбление. Иначе иной назвал бы оскорблением и слова Христа, когда он сказал, — горе вам, книжники-фарисеи-лицемеры, что уподобляйтесь гробам окрашенным. Да, скажете, если бы он сказал это прежде, нежели потерпел битье, то слова его были бы не от гнева, но от дерзновения. Но я показал причину, он не хотел подвергнуться презрению. Так и Христос нередко укорял иудеев, когда был оскорбляем, например, когда говорил, — не думайте, что я скажу на вас, я на 5.45. Но это не оскорбление. Да не будет. Смотри, с какой кротостью Павел обращается к ним. Не знал, говорит, что он архиерий божий. Сказав это, он не остановился, но желая показать, что, говорит, без насмешки присовокупляет, ибо написано, — не злослов начальству еще в народе твоем. Видишь ли, как он еще признает его начальником? Будем и мы учиться его кротости, чтобы и в том, и в другом нам быть совершенными. Великое нужно старание, чтобы знать, в чем состоит первое и в чем последнее. Старание необходимо потому, что с этими добродетелями смешиваются пороки. С зерновением — дерзость, с кротостью — малодушие. Каждому должно смотреть, чтобы, предаваясь пороку, не приписывать себе добродетели. Подобно тому, как если бы кто, имея общение со служанкой, по неведению воображал бы, что он имеет общение с госпожою. Итак, что такое кротость и что малодушие? Когда мы, видя других, оскорбляемыми, незащищаемых, омолчим — это малодушие. Когда же сами, получая оскорбление, терпим — это кротость. Что такое дерзновение? Опять то же самое. То есть, когда мы ротоборствуем за других. А что дерзость? Когда мы стараемся мстить за самих себя. Таким образом, великодушие и дерзновение на одной стороне, А дерзость и малодушие на другой. Кто не щадит себя, тот едва ли будет сожалеть о других. И кто не мстит за себя, тот едва ли оставит без защиты других. Когда наш нрав свободен от страсти, то он способен и к добродетели. Как тело, освободившись от горячки, укрепляется в силах, так и душа, Если не предана страстям, делается сильной. Кротость есть признак великой силы. Чтобы быть кротким, для этого нужно иметь благородную и мужественную. И весьма высокую душу. Неужели ты думаешь, что мало нужно силы душевной, чтобы получать оскорбление и не возмущаться? Не погрешит тот, кто назовет такое расположение к ближним, даже мужеством. Кто был столько силен, что преодолел эту страсть, Тот, конечно, будет в состоянии преодолеть и другую. То есть, здесь две страсти. Страх и гнев. Если ты победишь гнев, то без сомнения преодолеешь и страх. Гнев же ты победишь, если будешь кроток. А если преодолеешь страх, то окажешь мужество. Наоборот, если не победишь гнева, то окажешься дерзким. А не победив его, не будешь в состоянии преодолеть и страх. И, следовательно, окажешься малодушным. И будет с тобой то же, что, например, с телом, которое так бессильно и расслаблено, Что не может вынести никакого труда. Оно скоро изнуряется и от холода, и от жара. Таково свойство тела расслабленного, А крепко и выдерживает все. Еще. С великодушием, которое есть добродетель, смешивается расточительность. Также бережливость есть добродетель, Но с ней смешивается корыстолюбие и скупость. Сравним их между собою. Расточительный не есть человек великодушный. Почему? Потому что кто предан тысяче страстей, Тот может ли быть велик душою? Он таков не от того, что презирает деньги, Но от того, что покоряется другим страстям. Подобно как человек, принужденный разбойниками, Повиноваться им не может быть свободным. Не от презрения к деньгам происходит расточительность, Но от неумения распоряжаться ими. Если бы можно было удержать их и придаваться удовольствиям, То он, конечно, пожелал бы этого. Кто употребляет деньги, на что следует, Тот великодушен. Поистине, и та душа велика, Которая и не раболепствует в страсти И почитает деньги за ничто. Та же бережливость есть добродетель. Весьма бережливым был бы тот, Кто употреблял бы деньги, на что следует, А не просто, без разбора. Скупость же не то же самое. Тот бережливый и сдерживает все на нужное, А этот скупой и при самой настоятельной нужде не касается своего имущества. Бережливый – брат великодушного. Таким образом поставим вместе великодушного с бережливым, А расточительного со скупым. Последние оба страдают малодушием, А первые оба отличаются великодушием. Подлинно. Великодушным мы должны назвать не того, Кто тратит деньги безрассудно, Но кто употребляет их на нужное, Равно как скупым и сребролюбивым Не бережливого на того, Кто не употребляет денег и на нужное. Сколько имущества расточал богач, Облачавшийся в порфиру и весон. Но он не был великодушен, Потому что душа его была одержима жестокостью И тысячами вожделений. А такая душа может ли быть великою? Великодушен был Авраам, Который употреблял свое имущество На принятие странников, Заковал тельцов, И, когда нужно было, Не щадил не только имущество, Но и самой души своей. Итак, если мы видим, Что кто-нибудь приготовляет роскошную трапезу, Насыщает блудниц и тунеядцев, То не будем называть его великодушным, Но весьма малодушным. Смотри, в самом деле, Сколько сам он служит и раболепствует страстям, Чревоугодию, безмерному состолюбию, Самоуслаждению. А кто одержим столь многими страстями И не может освободиться ни от одной из них, Того можно ли назвать великодушным? Следовательно, Тогда в особенности Надо бы назвать его малодушным, Когда он много тратит. Чем больше он тратит, Тем больше показывает Владычество над ним страстей. Если бы они не столько имели над ним силы, То он не столько бы и тратил. Напротив, Если мы видим, Что кто-нибудь Никому из подобных людей Ничего не уделяет, Но питает бедных И помогает нуждающимся, И сам довольствие Со трапезой Нероскошное, Того мы должны назвать Весьма великодушным. Поистине, Великой душе Свойственно не думать О собственном удовольствии, О заботиться О спокойствии других. Скажи мне, Если бы ты увидел Кого-нибудь, Кто презирает всех тиранов, И, вменяя не во что, Их повеление, Облегчал страдания, Притесняемых ими, Не признал ли бы ты Этого делом великим? Так точно мы должны Рассуждать и здесь. Страсти — это тираны. Если мы будем презирать их, То сделаемся великими. Если будем освобождать От них и других, То еще более великими. Это и справедливо. Кто делает добро Не себе только, Но и другим, Тот выше, Не делающих ни того, Ни другого. Если бы кто из угождения тирану Одного из подчиненных Его стал бить, Другого притеснять, Третьего оскорблять, Неужели мы назовем его Великодушием? Отнюдь нет. И тем менее, Чем он был бы важнее. Так точно и здесь. У нас есть душа Благородная и свободная. Расточительный Придает его набитье Острастям. Назовем ли его Великодушным? Того, кто терзает Самого себя. Отнюдь нет. Итак, будем помнить, Что такое великодушие И расточительность. Что бережливость И скупость, Что кротость И малодушие, Что дерзновение И дерзость, Чтобы, различая их Друг от друга, Мы могли, Благоугождая Господу, Провести настоящую жизнь И сподобиться Будущих благ, Благодати, Человеколюбием, Единородного его, С которым Отсутся Святым Духом Слава, Держава, Честь, Ныне и присно, И во веки веков. Аминь.